Владивостокские архитекторы, дизайнеры, декораторы, строители и все, чья профессия связана с цветом, в ожидании смотрят на экран. Через несколько минут закончится презентация, и они увидят главный цвет 2017 года для интерьера помещений и внешней отделки. Целый год проведенный в его поиске. Он завуалированный и таинственный. Он природный, объемный и профильный. Цвет выбирают не случайно. Американские следователи в течение года путешествуют по всему миру, посещают показы мод, музеи, отраслевые, строительные, художественные выставки, всевозможные шоу и общаются с дизайнерами разных стран. И все это делается для того, чтобы найти тот один единственный цвет, который будет символизировать собой все то, что витает в воздухе. То есть будет отображать собой все главное развитие цвета на наступающий год в мире дизайна. В этом году сильное влияние на дизайнеров оказало искусство, как классическое, так и современное. Поразило исследователей, как каждый цвет, представленный и в картинах, и в скульптурах, дополняет его тень. Это повлияло на определение палитры года и на название главного цвета – shadow, что в переводе с английского означает «тень». Он ускользающий участник в театре света. Легкое очертание, силуэт, тень. Он просто называется «тень». Достаточно насыщенный темный оттенок, с фиолетовым отливом. Кстати, палитра 2017-го кардинально отличается от прошлогодней. Для сравнения, лидером в том году был цвет под названием «просто белый». А в этом самыми модными будут те, кто разнообразит свой интерьер оттенками фиолетового. Отнеслась я с небольшой настороженностью, потому что он темный, но нам объяснили, что данный цвет можно использовать и в маленьких помещениях. Эти темные цвета очень хороши в сочетании. Они не должны быть в общей массе и давящие. Это просто в сочетании, в контрасте. Я думаю, что для интерьера в стиле лофт и в стиле ар-депо он очень будет кстати. Для российского обывателя это необычно, но в таких модных интерьерах он используется темный. И мне кажется, может быть в этом году российский рынок как-то больше продвинется в какую-то эту сторону. Фиолетовые дизайнеры, конечно, оценили, но сказали, что по понтону, а это общепризнанный мировой авторитет в области цвета, палитра 2017-го все же другая. И солистам красочного разнообразия по международным стандартам признали все-таки светло-зеленый. Но каждый исследователь вправе предлагать свои варианты, ведь на вкус и цвет дизайнера нет. И все равно каждый человек выберет свой оттенок, исходя из индивидуальных предпочтений. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.